это проект анатомия фейка и меня зовут вадим миски в ютьюбе вы можете посмотреть все наши программы в любое удобное для вас время а вот в эфир телеканала новый мир мы выходим с этим выпуском 5 июня за день до того как в украине будут отмечать день журналистов этот праздник профессиональный праздник учредили по случаю принятия национального союза журналистов украины в этот день 1992 году в состав международной федерации журналистов а вот в начале текущего года 2023 членство аналогичного российского союза в этой же авторитетной всемирной организации было приостановлено впрочем россияне они с радостью и сами выходят из всевозможных уважаемых международных организаций договоров у самого разного толка начиная от совета европы разных правозащитных институций до соглашений о нераспространении оружия включительно с ядерами вообще говоря наверное не украинские не российские журналисты они не согласились без тем что их мы поставили здесь в этой передаче в один ряд у них только название профессии одинаковая а вот суть она совершенно кардинально отличается украинские журналисты согласно международным стандартам информируют о том что происходит а вот российские охотно примерили на себя одежды бойцов информационного фронта и используют для такой своей новой роли манипуляции вранье и фейки ну вплоть до самых невообразимых которые мы не раз уже разбирали в выпусках нашей передачи общественная организация детектор медиа как раз фиксирует подобные факты и в целом отслеживает ситуацию в информационном пространстве где война бушует на самом деле не менее жесткая чем на полях сражений российских оккупационных войск с силами обороны украины и сегодня моя собеседница это руководитель организации детектор медиа и одноименного интернет-издания медиа эксперт с многолетним стажем наталья лигачева наталья львовна я вас приветствую добрый день вадим вот давайте оттолкнемся от этой темы уже затронутой вот какой вы видите разницу между украинской журналистикой и российской так называемой журналистикой я бы даже уточнил если вообще между российским и украинского журналисты но хоть что-то общее но если мы говорим в государственных российских сми и тех сми которые работают медиа в кавычках медиа которые работают самой россии и полностью лояльны российской власти то конечно это не журналистика и то есть тут сравнивать не имеет смысла это голая тупая пропаганда которая служит интересом агрессора в то же время мы не можем сказать что нет вообще российских журналистов которые пытаются во всяком случае работать как журналист как бы мы не критиковали там так называемые оппозиционные российские сми которые там названы иностранными агентами которые многие работают уже из-за рубежа там дочь медуза и так далее да то все-таки все равно но я бы я бы считал это все равно журналистикой да то есть с определенными искривлениями когда дочь может называть сочувствовать российским военным что у них там нет теплых носочков или еще чего-то но тем не менее они все-таки пытаются давать информацию называют войну войной давайте давайте информацию пытаются и достаточно объективную и а ситуации в россии есть также еще более продвинутые российские там средства массовой информации допустим я более-менее так читаю и многому доверяю то что пишет там дебель да там ну есть еще там инсайдер есть медиазона то есть есть еще какие-то ресурсы российские которые это журналистика с определенными девиациями скажем так но я все-таки буду объективной и скажу что конечно же война накладывает отпечаток и на украинские медиа то есть все-таки нельзя сказать что мы сейчас тоже абсолютно отстранены объективной и придерживаемся всех стандартов которыми привыкли демократических стандартов журналистики да вот я недавно смотрела выступление евгения спирина избавили на одном из формов журналистов украине где он честно сказал что он не может сказать сейчас что когда ты освещаешь войну в другой стране то ты действительно работаешь как журналист остраненный когда ты освещаешь войну в собственной стране ты уже не можешь быть настолько отстраненным и он честно сказал что я уже не могу сказать что я вот полностью объективный журналист во мне все равно во многом говорит и гражданин и это так другое дело что мы в этом войны нас к этому не принуждают мы же понимаем что даже ответы российские пропагандисты они работают не потому что они так хотят а потому что им так удобно потому что ну это дает деньги это дает привилегии и так далее и тому подобное но если бы вдруг они оказались в другой ситуации как мы видели мы некоторых из этих журналистов видели на в начале перестройки тоже дмитрий киселев он был одним из ведущих взгляда супер такой прогрессивная на то время для советского телевидения программа он может работать совершенно по-другому мы это прекрасно понимаем мы же когда мы во первых не работаем пропагандистами это раз а мы иногда самоцензурируемся это да но это не целенаправленная пропаганда это самоцензура в интересах своей страны которая сейчас является жертвой агрессии также это добровольная самоцензура также нужно ответить что у нас есть тоже военная цензура у нас есть власть которая имеет свое представление о том какое должно быть информационное поле да и она его пытается контролировать и это тоже правда но мы об этом говорим и при этом мы говорим и не опасаемся быть названными иностранными агентами не опасаемся быть посаженными в тюрьму высланными и так далее мы делаем заявление мы не соглашаемся с властью последние там истории с аккредитацией когда куда-то не пускают какие-то зоны власть устанавливают мы спорим с этим мы выходим на диалог с властью то есть это не журналистика мирного времени мне есть свои красные черты но это прежде всего во первых наша собственная оппозиция и во вторых там где мы не согласны с позиции с власти или военных мы имеем возможность без репрессий против нас выходить на диалог искать компромиссы или бороться сопротивляться уже из последних сил вот есть такое расхожее выражение о том что посеявший ветер пожнет бурю как в россии восприняли информацию о начале вооруженной борьбы на территории белгородской области которую начали оппоненты режима путина против его диктатур сами же россияне потому что это же не вброс какой-то обычной для российской пропаганды а вполне себе реальные факты из-за которых территории области даже эвакуировали повывозили ядерное оружие вот вызвало ли это панику по крайней мере у жителей приграничных с украиной регионов россии ну и у жителей наверняка это понятно что какие как по каким-то соображениям можно догадаться что панику вызывает но больше даже интересно как сама машина российской пропаганды реагирует на эту ситуацию но мы наблюдали растерянность конечно и истерику то есть это говорит наверное о том что никто из них не был готов к такому таким событиям и мы видели что это все колебалась от объединений даже российских властей что они не способны там обеспечить защиту до границ до потом уже попыток каким-то образом исправить ситуацию и рассказывать о том что это украинские диверсанты то что ну то есть уже зеркально отразить сразу были настолько растерянны что обвиняли прежде всего украинские власти потом начали уже приходить в себя и направлять свой там гнев пропагандистский пыл на украину понятно на экстремистов когда они там так называемых до их экстремистов они называли там националистами и так далее но российскими националисты это был такой такое испытание даже для российских или оппозиционных средств массовой информации или зарубежных там которые финансируются западом но работают на россию ну а российские пропагандисты они конечно показали себя во всей красе как они не умеют даже будучи настолько уже прошенными пропагандистами но у них уже тоже до теряется планка и этот вас возможность мгновенно выдумать пропагандистские тезисы которые бы были во благо им они подчеркивали бы растерянности собственно говоря и их и российской власти ну это нас только радовать естественно вот последние несколько месяцев мы наблюдаем с вами картину того как российская пропаганда сосредоточилась больше на обработке своего населения в основном чтобы как-то помочь сохранить власти лицо ну и выдать свои разнообразные поражения там военные геополитические экономические выдать их за победы при этом вот вопрос пытаются ли воздействовать все еще российские пропагандисты на украинскую аудиторию которая уже откровенно говоря довольно закалена за время полномасштабной войны а до этого то еще были годы войны на донбассе ну и конечно же слабо как-то реагирует на фейки не так как россия ожидал крайней мере можете ли вы привести примеры таких вот свежих фейков которые продуцируют российская пропаганда для украинской аудитории ну поскольку да речь идет все-таки сейчас тема номер один это пункт наступления украины вот такие фейки направлены на украинское население они такие самые запоминающие сейчас это те которых они рассказывают что якобы заложенный и топ погиб то ранен теперь когда уже показали видео и фотографии начинают рассказывать о том что там ноги у него ранены он только сидя может работать да ну а изначально был фейков о гибели вообще троих руководителей военных главных это и заложного это цюры и сирского потом они начали постепенно там тот оказался жив да тут оказался ранен тут уже оказался ранен ноги там и так далее продолжают естественно много фейков в отношении разных там биолабораторий но может мы еще поговорим об этом более подробно продолжаются фейки о том что якобы украинцы уже перестают столь негативно относиться к российским агрессорам якобы они уже более лояльно начинают быть к россиянам хотя это опровергается всеми социологическими исследованиями которые сейчас фиксируют напротив рост не восприять негативного отношения к россиянам по сравнению не только там 21 годом да когда более половины населения нашего нормально относились к россиянам что в условиях мира ну окей даже условиях той войны которая велась там уже 2014 года но не затрагивала такое количество людей как сейчас то есть там где-то 49 процентов все равно к россиянам не к Кремлю а к Путину но к россиянам в целом относились нормально изменилась ситуация хуже стала в апреле 22 года а сейчас еще хуже до 23 году то есть россияне сейчас абсолютно искривляют информацию и это не соответствует действительности что сейчас якобы уже украинцы начинают лучше относиться к россии нет наоборот а вот что касается технологического уровня технологического аспекта российских фейков можем ли мы сказать что есть какой-то прогресс за время полномасштабного вторжения что как-то они ну как-то более технологично подкованы стали что ли ну я думаю что это даже сложно назвать прогрессом они по моему это регресс уже да потому что ну вот прием который они сейчас используют последнее время использовали во всяком случае это когда они берут наши какие-то продукты видео ну в частности допустим фильмы дмитрия комарова и в которых у него там заложным зеленским да с гудановым и они перемонтируют таким образом чтобы пока ну например например с гудановым где они сложили несколько частей и получилось что якобы куда нам говорит о том что при освобождении украиной крыма крымчан будут уничтожать да на самом деле они просто смонтировали разные куски интервью которые касались разных совершенно вещей то есть назвать это прогрессом вряд ли можно это просто можно назвать что они используют все большее количество каких-то приемов но уже совершенно дики когда достаточно просто даже разоблачить эту манипуляцию потому что они дали ссылку на интервью комарова да и принципе при желании ну какой-то россиянин который уже не совсем оболванен он может зайти на реальное интервью пусть через vpn но зайти и увидеть что это просто смонтированное манипулятивное видео вот такие приемы они используют достаточно часто давайте вот переместим наш фокус разговора на европу в момент начала вторжения когда хлынули просто из украины потоки беженцев в европу то российская пропаганда она воспользовалась этим и стала пугать европейцев беженцами что они там криминалитет какой-то будет что они отбирают места в больницах у детей там и так дальше вот эти все месседжи о беженцах они все еще в ходу или сдалась в российская пропаганда да я бы сказала что они активно занимаются темой украинских беженцев или людей получивших временную защиту в мире они используют и повторяющиеся вот эти вот месседжи где там украинцы что-то отбирают украинцы мешают да украинцы влияют негативно на экономику украинцы там они хотят работать они ленивые хотят только чтобы им платили пособия в то же время они тактику запугивания они еще теперь направляют уже на самих очевидно украинцев рассказывая о том что европа уже отказывается их принимать да и европа закрывает границы вот один из последних был фейков о том что якобы польша уже закрыла границы перед украинцами да и не разрешен вес украинцев в польшу что на самом деле является фейком об этом рассказали и исследователи аналитики польской из польши самой то есть они направляют свое пропагандистские усилия и на жителей самой европы и пытаются уже и украинцев также настраивать против европейцев против любых других стран либо настраивать либо запугивать что ну типа ловить вам уже здесь нечего да вам уже не будут помогать в мировой прессе появилось просто очень много кадров из практически полностью разрушенного уничтоженного украинского города бахмута где уже почти год ведутся самые ожесточенные бои оппантов с украинской армией кстати вот вы отметили что россияне уже говорят не об освобождении а скорее а захвате украинских территорий откровенно открыто об этом говорят в своих сводках например которые делает министерство обороны ну и правда кого там уже освобождать если ни одного жителя ни одного целого здания вообще не осталось в этих городах марьинку тоже можем вспомнить буквально месячной и двухмесячной давности эти фотографии полностью с ровненного землей города вот это и есть по сути лицо русского мира вот кстати бахмут а я напомню для наших зрителей ранее он назывался артемовск в донецкой области и на весь союз он славился шампанскими винами и производством соли так вот российские оккупанты в том числе вагнеровцы захватили уже не менее десяти раз этот город даже путин успел поздравить своих военных и боевиков с этим событием правда конечно он и виктора януковича тоже трижды поздравлял с победой на выборах в 2004 году помним мы этот нюанс но на самом деле победу тогда одержал совсем другой человек и президентом украины стал виктор ющенко то есть традиция такая у путина есть вопрос какие еще изменения в риторика российской пропаганды вы могли бы отметить вот за этот период но также можно вот я говорила что мы наверняка еще коснемся истории там с голубями зараженными да птичьими гриппами биолабораториями и сейчас один из вот последних был фейков это уже они пошли дальше уже рассказывают о том что якобы в течение десятилетий американцы проводили опыты над украинцами экспериментальные да и прививали им биологически ненависть к россии ну то есть любой адекватный человек ну просто волосы дыбом наверное должны стать да а то уже степени такой 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 лжи ну то есть каким образом какими биологическими экспериментами можно прививать ненависть или там наоборот любовь к чему-то но российская пропаганда она же не отсурается ничего поэтому уже такой фейк запущен да и но и в то же время там продолжается все истории вот буквально сегодня кто-то кинул из знакомых пример того что они говорят что вспышки птичьего гриппа в россии связаны с тем что якобы в аскании новой которые они уже сейчас захвачены к сожалению российскими оккупантами много лет проводились там эксперименты тоже с этим теми же лабораториями и так далее то есть вот это вот тема экспериментов запада над украинцами тема выращивания каких-то там зараженных какими-то страшными болезнями то голубей то еще каких-то животных она у них муссируется уже давно и продолжает муссироваться она явно такая очевидно благотворная для влияния на российскую аудиторию да то есть ну мы видели даже по там некоторым тюковским роликом российских оболваненных жителей которые верят в это ну если там никита михалков рассказывает о зараженных голубах да то что уже говорили каких-то бабушках из отрядов путина и так далее наталья львовна вот наш проект носит название анатомия фейка и поэтому я хочу вас как профессионала попросить раскрыть некоторые такие профессиональные секреты вот этой закулисной технологии производства российских фейков которые вы уже просто очень много времени пристально отслеживаете изучаете какие приемы используются чаще всего и я для того спрашиваю чтобы наши зрители не производили пропаганду а научились ее распознавать понимать что стоит за ней и не становились жертвами этого вида оружия массового поражения существует конечно множество приемов манипуляции информации мы в свое время даже еще в начале 2000-х годов наша организация выпускала книгу через видение спецопераций в которых мы описывали множество способов манипуляции но вот из тех свежих которые сейчас мне приходят в голову используемых именно российской пропагандой это допустим апеллирование к к массе как бы да то есть вот они рассказывая какой-то продуцируя очередной свой фейк они апеллируют к тому что ну вот все так считают все так думаю да то есть ссылаются на социологию которая часто выдуманная на самом деле нет таких социологических исследований но они придумывают якобы социология показывает то-то и и это должно породить у потребителя подобной информации доверие что если вот какая-то часть населения так считают или там мои соседи и знакомые либо вообще социология большая часть населения допустим об россии так считает то срабатывает что я должен быть в ряду всех очень часто люди не хотят выделяться из большинства да они хотят быть на стороне тех кто выигрывает условно говоря не они проигрывают вот это эксплуатируется но также используется другая немножко технология это когда делается ссылка на якобы не заангажированную какую-то третью сторону они могут придумать что но для этого часто используются какие-то маргинальные западные политики допустим да мы знаем что во всем мире существует множество людей приверживаться там конспирологии конспирологических теорий да могут кто-то иметь там собственные какие-то взгляды и они прибегают к тому чтобы подобных экспертов представлять как настоящих экспертов они заражены какими-то своими собственными субъективными конспирологическими допустим взглядами и ссылаться на них ну либо ссылаются на какие-то публикации в маргинальных средствах массовой информации иногда даже не в маргинальных потому что ну на западе есть свобода прессы и они могут публиковать мнения и достаточно известных и авторитетных деятелей ну например того же киссинджера да но у которого может быть свой собственный взгляд на происходящее сейчас военных войне россии с украиной и что-то если удобно россиянам то они могут раз выдернуть это и из даже речи авторитетного какого-то эксперта и всячески это подчеркивать эксплуатировать ну а и на чаще всего это еще и погружает какой-то манипулятивный контекст то есть вот такие приемы очень часто используются россиянами сейчас и вот не можем мы не коснуться в конце такой еще темы это всяких новшеств и тенденций в области производства фейков не только в россии но в принципе в мире вопрос об искусственном интеллекте стоит ли нам бояться этих технологий связанных с искусственным интеллектом и ждать того часа когда уже и пропагандисты живые будут не нужны машина все придумает и просто перебьет количественно любую пропаганду которую мы видели до сих пор с одной стороны во многом искусственный интеллект может быть помощником мы это понимаем но с другой стороны он может быть сожалению помощником для пропагандистов да и вот именно для масштабирования пропаганды то есть мы понимаем что искусственный интеллект может обрабатывать очень быстро огромные массивы информации да и он может можно на этом строить ну вот даже вот я приводила примеры там когда они ссылаются на определенные там издания можно искусственный интеллект может сгенерировать какие-то месседжи с посылами на десятки на сотни изданий да он может сгенерировать какой-то месседж из кусочков цитат и это все может быть использовано в качестве пропагандистского инструмента ну вот эти вот технологии там дипфейка технологии ну то есть практически все ли сейчас технологии могут служить как прогрессу так и злу и в этом их опасность я бы была очень осторожна особенно во время войны с использованием технологий и главное с доверием к технологиям да я знаю что многие уже наши средства массовой информации используют искусственный интеллект и в чем-то это помогает но я бы все-таки больше использовала его пока для таких технических задач там расшифровки интервью и так далее да но не для генерирования контента потому что вот с генерированием контента может быть очень могут быть очень большие проблемы как для качественных средств массовой информации которые просто могут оказаться заложниками и проблема с тем что пропагандисты будут использовать это как инструмент для масштабирования пропаганды и для большего и и и прикрытия да когда легче с помощью искусственного интеллекта легче выдать манипуляцию за правду наталья львовна спасибо вам за эту увлекательную интересную беседу напомню что сегодня мы беседовали с руководителем общественной организации и одноименного интернет издания детектор медиа наталья лягачевой до встречи через неделю подписывайтесь на наш youtube канал делитесь этим видео комментируйте его и не пропускайте новые выпуски проекта анатомия фейка